С 1 октября в регионе начался осенний призыв. Продлиться он до 30 декабря включительно. В соответствии с законодательством, вызываться на призывные комиссии будут молодые люди 91-го, 2000-го годов рождения. Всего чуть больше тысячи молодых людей отправятся служить воздушно-десантные, воздушно-космические, сухопутные и ракетные войска, военно-морской флот, войска стратегического назначения, национальную гвардию и президентский полк. В Ульяновской области созданы 25 призывных комиссий муниципальных образований и одна комиссия призывная областная. Более 6,5 тысяч граждан будут вызваны на призывные комиссии. В рамках работы комиссии каждый пройдет медицинское освидетельствование и по каждому вынесут решение о призыве на военную службу, предоставлении отсрочки или освобождении от службы. Защищать родину – дело благородное. Да и отношение к армии в обществе улучшается, особенно в последние годы. Молодежь – не исключение. Выпускник 4-го лицея при ЛГТУ Артем Сидорчук с детства хотел служить в армии и пойти по стопам своего отца военного. Однако ему повезло еще больше, поскольку парень попал в президентский полк. Когда мне предложили в президентский полк, я вообще очень сильно этим заинтересовался. И сразу загорелись глаза, сразу прям захотелось бегать везде. Начал собирать бумаги быстрее, скорее всего. Вот бумаги собрал. Прошел все медкомиссию, мне дали добро, что все, я поступил. И мама за него очень рада. Как и многие призывники, на комиссию Артем пришел вместе с родителями. Напомню, мамам и папам разрешается присутствовать на медицинском освидетельствовании и заседании призывной комиссии, если при этом они не будут вмешиваться в ее работу. Каждый мужчина должен отдать дань своей родине. Мы же воспитываем патриотизм в наших детях, поэтому я очень горжусь своим сыном, что мы пошли именно в кремлевский полк. И я надеюсь, что он оправдает доверие. С каждым годом число молодых людей, которые сами хотят служить Отечеству, увеличивается. Но не все на деле оказываются пригодными. Как правило, главная причина кроется в состоянии здоровья. В карме 100% негодные люди с очевидными и тяжелыми патологиями. В остальных случаях о степени заболевания, лечения и отсрочки решает медкомиссия индивидуально. У нас основная патология, что здесь? Это заболевания желудочно-кишечного тракта, это эрозии, язвы, гастриты. Заболевания опорно-двигательного аппарата, сколиоза, плоскостопия. Заболевания, конечно, досадно, что много психиатрических патологий. Не все такие, как Артем. До сих пор остаются те, кто предпочитает от армии отлынивать. За уклонение от призыва на военную службу грозит уголовная и административная ответственность. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.